Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Люба, и наша сегодняшняя тема «Деятельность как способ существования человека». Довольно необычное название. Ведь не просто деятельность, а именно деятельность как способ существования. Почему это так важно именно так сформулировать название? Сейчас и выясним. Дело в том, что по самоопределению деятельность – это способ человека к окружающему его миру, состоящий в преобразовании и подчинении его целям человека. И посмотрите, пожалуйста, в этом определении ценно все. То, что это способ отношения именно человека к внешнему миру. Таким образом, мы не имеем права применить термин «деятельность», ну, скажем, к активности животного. То есть, мы скажем, «деятельность бобра по строительству плотины» мы совершим с вами один из самых тяжких общественных грехов. Так что давайте постараемся избегать этой ошибки термин «деятельность» мы применяем только к человеку. И сразу мы можем сделать для себя вывод, что деятельность носит преобразовательный характер, то есть меняет окружающего человека действительность. Деятельность человека имеет ряд принципиальных отличий от активности животного, что и не позволяет нам, собственно, применять термин «деятельность» к любым другим живым существам, кроме человека. Потому что, если, например, человек в своей деятельности обязательно ставит цель, то есть можем говорить о цели и полагании в деятельности, то у животного эта цель и сообразность. Некоторая практическая цель – утолить свой голод или что-то подобное. Если человек способен к творчеству, то есть создавать что-то новое, чего не существовало в природе, например, большинство материалов, из которых создаются наши сегодняшние вещи, наши девайсы и так далее, они были созданы человеком, и их не существует в природе самих по себе. В то время как животные, они могут лишь пользоваться тем, что уже есть, и воспроизводить какие-то природой задуманные модели. Например, пауки плетут паутину. Не потому, что они такие творческие ребята, которые придумали красивые узоры, которые присмотрели вот тот угол для этого, они просто выполняют биологическую программу, то есть воспроизводят её. А репродукция – это не что иное, как воспроизводство. Человек использует в своей деятельности орудия труда, то есть некоторые специально созданные приспособления, которые, опять-таки, в природе сами по себе не существуют. То есть животные чаще всего используют органы собственного тела. Ну давайте вспомним, бобрят-то обтачивают бревна, древесину своими зубами. Не знаю, там, собаки копают с помощью своих лап и тому подобное. Я уверена, что если мы с вами зададимся такой целью, мы придумываем с вами десятки, даже сотни примеров. Изредка животные могут брать какие-то природные объекты. Ну, например, обезьяна может сходить палку, чтобы сбить висящий на дереве фрукт. Но, тем не менее, они не создают чего-то таких орудий, которых бы не было в природе до них. И, соответственно, человек, его деятельность носит сознательный характер. Мы понимаем, что мы делаем. Мы можем предвидеть последствия своих поступков и тому подобное. То животные ведомы лишь инстинктами. Они не предполагают, они не думают, они просто делают. Соответственно, поведение животных не носит сознательного характера. Таким образом, этот ряд ключевых отличий позволяет нам четко разграничить термин деятельность человека и активность животного. Деятельность предполагает несколько элементов, без которых нельзя говорить о деятельности, ну, как о полноценном процессе. И, скажем так, как о действительно свойственном человеку и способе отношения к окружающему миру. Во-первых, чтобы мы говорили о деятельности, обязательно должен быть субъект. То есть, это человек или какой-то коллектив, который эту деятельность осуществляет. Ну, например, если я вам приведу такой пример, депутаты парламента рассмотрели законопроект, субъектом здесь будут депутаты. Объект — это то, на что деятельность направлена. Ну, скажем, в приведенном мною примере, это был законопроект, который эти депутаты рассматривают. У каждой деятельности есть мотив. Про это я чуть позже еще скажу пару слов. Но, тем не менее, мотив — это те внутренние и внешние обстоятельства, которые побуждают нас к деятельности. Скажем, чтобы принять законопроект, мотив, возможно, был ухудшающийся какой-то там угол жизни населения. Ну, скажем, ухудшение там состояния малообеспеченных людей или ухудшение жилищной ситуации. Ну, то есть, может быть, это являлось мотивом. Может, нет, я не знаю. Вот. Цель — то, чего мы хотим добиться нашими действиями. Соответственно, в примере законопроекта это может быть повышение уровня жизни населения на какой-то процент или там повышение средней зарплаты на 7%, например. Вот так можно более точно сформулировать. Для этого используются всегда методы и средства. Это различные источники, орудия труда и тому подобное. Давайте возьмем новый пример, потому что тот уже надоел, и скажем, возьмем такой «школьник готовится к ЕГЭ». Что может являться методами и средствами при подготовке к ЕГЭ? Это могут быть пособия, репетиторы, консультации, онлайн-вебинары, обучающие видео и так далее. То есть, все, что вы будете использовать и все, что вам поможет, будет являться методом и средством. Далее нужен сам процесс. Ну, скажем, если подготовка к экзамену, да, то процессом, скорее всего, будет сама подготовка. Или если мы формулируем, как там «сдача экзамена», то это будет процесс сам написания экзамена. И всегда мы получаем с вами какой-то результат. Результат может быть прямым и косвенным, то есть, связанный прямо с нашей целью, или, скажем так, побочный эффект какой-то. Результат может совпадать с целью или не совпадать. Ну, скажем, мы с вами готовились к экзамену, но, увы, его не сдали. Таким образом, цель не достигнута, но, тем не менее, результат всегда какое-то отношение к цели иметь должен. Помните, я обещала вам сказать пару слов о мотиве? Дело в том, что мотивом чаще всего выступает некая потребность, то есть нужда человека в том, что составляет необходимые условия его существования. Потребности можно разделить на три основных вида. Это потребности биологические, которые обусловлены нашей чисто, скажем так, биологической сущностью. То есть нам нужно кушать, нам нужно спать, нам нужно дышать и так далее, просто чтобы не умереть. Это наша биологическая программа, это наши инстинкты. Соответственно, пожалуйста, очень частый пример. Если мы с вами готовим обед, то, скорее всего, мы с вами ведомы чувством голода, то есть нашей биологической потребностью. Потребности социальные, то есть все, что связано с нашими взаимоотношениями, с другими людьми, наша потребность любви, наша потребность в общении, наша потребность в общественном признании. То есть, скажем, если мы с вами возьмем такую деятельность, спортсмен хочет выиграть Олимпиаду, и поэтому готовится к забегу, например. Тут, скорее всего, будет социальная потребность, потребность в признании, потребность добиться успеха, чтобы там мама им гордилась и так далее. То есть здесь мотивом будет выступать именно социальная потребность. Но иногда в качестве мотива деятельности выступают идеальные или духовные потребности. То есть это, скажем так, потребности, которые уже связаны не с нашими общественными ожиданиями, что у нас подумают люди, когда мы хотим чего-то именно от других людей, а когда они, скажем так, обращены внутрь себя, то есть удовлетворяют какие-то наши потребности в искусстве, в прекрасном, в творчестве, в том, чтобы оставить след в истории человечества, самореализоваться, самоактуализироваться. Например, когда вы рисуете картину, вы поздно вечером, картину никто никогда не увидит, вот вы рисуете для себя. В данном случае мотив вашей деятельности выступает именно духовная потребность в творчестве. Деятельность можно разделить на четыре основных вида. Первый из них — это труд. Особенностью труда как вида деятельности является его нацеленность на создание практически полезного результата. То есть мы должны получить с вами, как правило, какой-то материальный результат. Сколоченный табурет, покрашенная дверь, прибранная квартира, сваренный обед. Второй вид — это учение. Учение направлено на приобретение знаний и навыков и умений. Здесь будет гораздо труднее, чем в труде увидеть, ну, какой-то результат на лицо. То есть у нас не будет с вами чего-то, что мы можем потрогать и убедиться. Скажем, вышли вы занятие английским языком, вы узнали много новых слов, поправили свое произношение, но потрогать этот результат нельзя. И только если деятельность была нацелена, в первую очередь, на приобретение каких-то умений, мы с вами четко скажем, да, это учение. Следующий вид деятельности — это игра. Игра не ставит своей целью вообще добиться какого-либо результата. Ее главная цель — это сам процесс развлечения и отдых. Так что если вы что-то делаете исключительно ради самого процесса, то тогда, скорее всего, мы отнесем именно к такому виду деятельности, как игра. И общение — это процесс обмена эмоциями, информацией, впечатлениями. То есть если вы встретились с друзьями, скажем, обсуждаете последние новости, делитесь с вами впечатлениями от просмотренного фильма, то есть вы не ставите целью узнать что-то новое, выучить, то тогда это будет, скорее всего, общение. Но, пожалуйста, не заблуждайтесь, что эти виды деятельности, они существуют автономно друг от друга, вовсе нет, они взаимодействуют, взаимосвязаны и очень часто комбинируются. Скажем, вы можете узнать что-то очень полезное или интересное от своих друзей, заинтересоваться какой-то новой областью наук и так далее. Таким образом можно легко сочетать учение и общение. Ну, или, например, можно в процессе игры, то есть развлекаясь, создать что-то интересное. Ну, например, построить какую-то крепость из камней, скажем. Есть материальный результат, значит, это был труд, но при этом получали удовольствие от процесса, значит, это было и игрой одновременно. Итак, что еще можно сказать? Что виды деятельности можно выделять и по другим классификациям. Я вам сказала самую основную, но тем не менее, например, если мы будем оценивать полученный результат, мы можем выделить деятельность материальную и духовную. Но самый популярный из альтернативных классификаций является вот такая. Творческая или репродуктивная деятельность? Творческая деятельность. Эта деятельность направлена на создание нечто нового, никогда ранее не существовавшего. То есть вы придумали новый подход, новый метод или получили какой-то новый результат. Или деятельность репродуктивная, то есть вы сделали что-то по образцу. То есть вы просто перерисовали картинку, это скорее деятельность репродуктивная. Если вы привнесли в нее что-то свое, это деятельность творческая. Простая классификация абсолютно индивидуальная, коллективная, если вы делаете один индивидуальный, если целая группа коллективная, думаю, это довольно понятно. Материально-духовно, опять-таки, тоже очень легко. Вот есть какой-то результат, который мы можем потрогать или нет. И законная и незаконная, например. Вообще-таки классификаций очень много, потому что вот тут мы взяли в основу отношение к закону, в соответствии закону или несоответствии. Можем взять любой другой критерий. Давайте, например, возьмем в соответствии моральным нормам, и тогда она может быть моральной или аморальной. Или мы можем посмотреть, а благодаря этой деятельности что-то создается или что-то уничтожается. Тогда она может быть созидательной и деструктивной. В общем, к чему я вас пытаюсь подвести, классификаций деятельности очень и очень много. Из них вы обязательно должны помнить первую классификацию, которую мы с вами говорили, игра общения, труд учения. Но чем больше альтернативных классификаций вы будете знать, тем более полное будет ваше представление о данной обществоведческой теме. Но отдельно я хотела бы сакцентировать именно на творческой деятельности. Потому что, помните, мы с вами уже обсудили, что это особенность человека относительно животных. То есть животные создавать нечто новое не могут, а человек может. Поэтому в том или ином контексте довольно часто можно встретить различные вопросы и задания именно на эту тему. Ведь творчество является таким краеугольным, камнем в разграничении деятельности человека и активности животного. Спасибо большое за внимание и встретимся с вами на следующем уроке.